ну что друзья всем привет как из прошлого видео вы видели мы установили кабину на раму кабина новая точнее кабина старая но установлены осталось налить антифриз прошприцевать подвеску кабины и можно будет запускать двигатель до конца не доливай там паре мазута какая-то снизу муляка какая-то стоп хорош уже все откуда у тебя течет тут сверху так застоялся застоялся все надо убирать эти цветы приспособления для чистки нормально ставить а он вот течет сдать датчик с провода течет лишь как и у тебя что ли конечно так аккумуляторы подключили топлива прокачали лишнее топливо сливается пробуй подсоединили все шланги воздушные кроме сиденья у нас не подключен только сиденья вот две трубочки которые которых сейчас зашипит здесь должен подключаться пистолет для обдувки а здесь сидуха все вроде как остальное все чите чите ну чё выпуска 2021 до до я тебя это поздравляю спасибо завелся да я поснимаю чуть-чуть выхлопа вообще черного дыма вообще нету а подключить со всех силей выпадают нормально . и мало было Да там целая куча ошибок сейчас будет Половина-то не подключена Тормоза вообще не подключены Цилиндра Тормозного тоже не подключена Антифриз Залили Сейчас будем смотреть уровень Круто Оживили Сейчас пускай потарахтит Пускай погреется Давай уровень антифриза посмотрим Добавим до уровня Потому что я смотрю он ушел Ну и займемся наверное что Сцеплением тормозами Вот это вот надо все дело подключить Это да это сейчас вон 4 болтика прикрутить вот Да и к педали Это сцепление И тоже походу кармазуха вся вытекла Вот это вот сейчас будем подключать А это что у нас А это так А это что такое Я уже забыл Я тоже не помню Давай дворниками помашем Посмотрим Проверим Проверим Включим автономку, пускай автономка включится, да? Пилонемедленный, ручничок. Так не странно, воздух набрал, слышишь, сбрасывает. Да это я ручник дергаю. Ну, короче, что, надо до конца. Скорость сейчас не включим. Так, рунь, что там? Ну, что, все нормально? Так, это я заглядывал, смотрел дворники. Дворники работают. Ух ты! Фух, сколько пыли вылетело. Печка работает. Ну, что? Ага. Стеклоподъемник. Что еще? Свет не проверить. Ни хрена ничего не проверить. А, автономка. Автономка отключилась. Сейчас жду. Пока запустится. Что-то свет еще не включается. Что там, дым валит с трубы? Нет. С автономки? А, с автономки, да, шумит, но дыма нету. Горячая вода будет работать нормально. Полет нормальный? Да, отличный. Ну, все, автономка тоже. Да, ровно, чистая. У спальники пока. Осталось спальники, да, натянуть. Ну, и так, помелочиться. Продолжаем. Продолжаем. Продолжаем собираться. Друзья, купил я сегодня вот такую вот смазочку. Mobil SHC 220. Это литиевая смазочка. И купил я сегодня вот такой вот новый пистолет. Шприц, которым сегодня первый раз попробуем воспользоваться. Старый шприц у меня уже выше устроен. С него со всех сторон лезет смазка. И, короче, вот, раз мы собрали кабину, надо тут все это дело прошприцевать. Будем шприцевать все новым шприцом. Старый шприц уже не пользовался. Шприц купил в районе 3000 рублей. Зарядили. Вот так раз и картридж закладывается. И все, и прикручивается вам ручка. Теперь будем шприцевать шкварня. Мазать замок седла новым шприцом. Снимаем с предохранителя. Все вроде бы. Все. Так, должен быть выдвинутый получается. Ну, сейчас он, да, он уже взвел. А, подожди. Это мы сейчас шток задвигаем. Шток задвигаешь, да. А поршень постоянно поджимает. Все. Где у нас тряпка, здесь чистенькая. Товодницу протираем. Ну что, погнали. Ооо. Так, что там сбоку ничего не полезно. Должно вылезти вообще. Ну, я чувствую то, что давление создается. О, полезно. Смотри. Угу, есть. Процесс пошел. Все. Да, хорошо пошприцуем. Блин, шприцом хорошим пользоваться. Одно удовольствие. Со всех сторон смазка вылезла. Так, а еще, друзья, я решил съездить в машиномонтаж. Починить то самое колесо, которое в прошлом видео у меня спустилось. Я с этим колесом уже мучаюсь на протяжении уже трех или четырех месяцев. Периодически я его подкачиваю. И все, нету времени заехать его починить. Поэтому сейчас мы с вами сгоняем на шиномонтажечку. Починил колесо. Вот. А еще, еще. Помимо ремонта вот этого колеса. Сейчас покажу, что надо будет еще сделать. Так, сейчас. Двигайте, открутил. Пойдете, покажу, что будем делать еще. Так, на этой машине, кто внимательный, уже видели, да? Так, это мусор, да? Ну, почти, да. Почти? Вот это еще будет ставиться. Ставиться будет? Это сзади. Какая-то защита, да? Ну, ладно. Да, на шумовке такой. Кто внимательный, видели то, что у отца на машине стоит за место ведущего колеса запаска. Вот. Колесо в прошлом рейсе, ну, как в прошлом, в последнем, да, наверное, рейсе. В этом году, да. Да, лопнуло. Сейчас покажу. Лопнущее колесо лежит за будкой. Вот оно. Вот оно, вот оно хлопнуло. Видите, да? Вот, попытался я это колесо разобрать самостоятельно, но Мишлен довольно-таки, как бы, тяжело разбирается. Вот это вот кольцо крепкое, твердое, и разобрать не получилось. Тут сильно шина сама притисла к диску. Вот, и на этот диск, после того, как шину эту скинем, соберем... Ну, вот, смотрите, вот у меня есть колесо. Вот одно. Вот. Колесико, да? Ну, оно, конечно, не тоже не новое, но лучше, чем рулейное, да? Вот. Вот это одно колесо. И тут еще лежит еще три колеса. Вот с этих четырех колес выберем какое-нибудь получше и соберем. Будет хотя бы на ведущей оси шины ведущие, а никак не рулейные. Все, друзья, нашли мы этого паскудника. Смотрите. Засранец. Пузыри он нам тут пускает. Вот он. Все, колесо помыли, да? Да. Потихонечку, потихонечку. Да не потихонечку, но хорошо, смотрим, надувается. И раз в три дня приходится его качать. Вот я с отпуска приехал. Колесо полностью было пустое. Ну, вы сами видели. Надо будет починить. Ну, уже колесо сняли. Сейчас, не знаю, сейчас успеем, не успеем. Может быть, на завтра это дело оставим. В субботу-завтра никто не работает? Нет. Или полоская шина все-таки работает? Не знаю. Сейчас будем думать, обзванивать, на какую шиномонтажку ехать. Все, помечай. Пометил, да? Все. Вот так, чуть-чуть черкани. Прицел. Прицел, да. Ну, все, загрузились. Едем на шиномонтажку. Взял свое прицепное колесо. Лопнувшее колесо Папкина. Взяли его на утилизацию. И вот на этот вот диск, который вы видите, да, будем собирать вот эту вот покрышку. Это мои шины старенькие. Вот. Ну, лучше пускай будут ведущие, чем рулейные на ведущей оси. Так что, все, отправляемся на шиномонтажку. Вот, смотри. Оно у меня раз в три дня спускает. Вот, смотри, вот дырка. Вот. Все. Тут латку поставить. Все, спасибо. Если что, вот номер телефона. Взяли его на утилизацию. Оно направление движения, да, у него есть? Есть. Это? Уже все равно есть. Все направление. Есть, есть. Есть? Оно будет стоять с правой стороны. С правой стороны наружные. Вот это наружные, да? Да. Все правильно. Все правильно? Правильно, она справа, левая наружная. Угу, все понял. Ставь. На месте. Ага, ну, вон он. Сейчас я это ставлю. Видно, видно. Видно там, да? Да, торчит. Ну, видать. Ну, вообще, давно у меня сидит. Он, видать, уже ранен. А? На осень. Вот он. Гвоздь. Шпион. Или кусок арматуры, или что-то. Тебе похоже на гвоздь. Да, похоже на гвоздь, да, на толстый. Спион. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...